Я приветствую всех. Здравствуйте. Меня зовут Мария Иванова, мне 42 года, я из Санкт-Петербурга. Моя история, наверное, тоже такая, как у среднестатистического человека на этой планете. У меня трое детишек, я замужем, была 10 лет в декретном отпуске, был такой свой какой-то прекрасный мирок, из которого я решила сразу пойти в бизнес. Мне муж открыл салон красоты, и из ремесленника я стала управленцем. Управленцем без опыта, без всего, и что очень сильно сказалось на моем, в общем-то, бизнес пошел в убытке. Я не умела ни управлять, ничего не умела, кроме того, ну, кроме как стричь. И, естественно, меня предавали, меня обманывали, что очень сильно негативно сказывалось на мне, на моем здоровье. Потом плюс пандемия, перенесенное это заболевание. Я перестала ощущать этот мир, потому что у меня обоняние не было целых два года, и я не могла чувствовать ничего, даже свежего прекрасного воздуха. И на море бриззы не чувствовала, ни цветов, ничего. И этот мир стал какой-то для меня бесцветный, неяркий такой прям. Потом у меня начались панические атаки, я начала придумывать себе болезни, стала ходить по врачам. И мне говорят, обратитесь к психотерапевту. Я говорю, вы что, мне, да к психотерапевту? Я не сумасшедшая, я нормальная, я вообще, я вообще очень счастливый человек, вот с таким вот прям лицом. Дети у меня, я потом, ну, из-за сложившихся ситуаций, да, мировых, я вообще стала диванным критиком. Детей на своих я просто уже, не знаю, довела до такого состояния, как и саму себя, да, страхов. Мы не разговаривали, я разговаривать вообще разучилась, я кричала на всех. Я спорила со всеми. Ну, в общем, я стала невыносимым, такое ощущение, что меня перестали любить все. И я саму себя в первую очередь перестала, ну, ощущать в этом мире, да, я стала таким отшельником. Я не хотела ни с кем общаться, я закрылась от этого мира. И в один прекрасный момент я в соцсетях, открыл соцсети и смотрю, у меня знакомая девушка, которая стала моим наставником, Маргарита Леонтьева, которая тоже была в каком-то таком же состоянии, не очень хорошем, да, а тут она светится. Я так смотрю на нее и говорю, я тоже так хочу. Я сразу тут же, не теряя ни секунды, ни минуты, я ей набираю и говорю, Маргарита, мне не важно, что ты, где ты, я хочу туда же. Возьми меня, пожалуйста, с собой, потому что мне это необходимо. Меня никто не звал, не приглашал, я сама туда пришла, я сама здесь, в Суперджамп, с вами. И когда я, я еще даже не проходила ни одного занятия, но я уже поняла, что это просто что-то, нечто невероятное и космическое. А после того, как я прошла первое занятие, ну вообще мир перевернулся. И вместо того, чтобы спорить с кем-то, да, я применялась, я стала применять величественные слова. Я стала просмеивать каждую ситуацию. И на самом деле у меня просто мир начал открываться. И когда я почувствовала первые запахи, вы просто не представляете, насколько у меня, вау, у меня такое ощущение было, что я открываю для себя что-то новое, что-то мир, ну новый мир, как будто бы, как ребенок делает первые шаги. И так же и я. У меня наконец-то с мужем начали налаживаться отношения, да, и он через месяц того, как я пребывала в ассоциации, он сказал, Маша, ну расскажи мне, что такое Суперджамп. Для меня это настоящая победа, потому что до этого я для него была просто, ну, ребенок, наверное, уже четвертый ребенок и самый главный, капризный. И у меня наладились отношения с моим подростком, сыном, с которым я испортила сама все, потому что, ну, осознания не было, осознанности не было, было просто чистое невежество. И я не могла с ним найти общий язык, я навязывала на него какие-то, накидывала стереотипы, да, сейчас он для меня настоящий король, настоящий мужчина, я знаю настоящую личность, так же, как и мои дочки, они просто невероятные. Вот, поэтому у меня сейчас со всеми наладился контакт, мы живем в таком счастливом мире, ну, я до этого никогда в таком не жила. Мне хорошо здесь и сейчас, и каждый момент моей жизни. Вот, поэтому я очень благодарна своим наставникам, я очень счастлива, что я увидела Маргариту Леонтьеву, познакомилась с Татьяной Саблиной, которую я просто обожаю. И сейчас вокруг меня просто великолепные люди, невероятные, душевные, расширенные, которые также наполняют меня и дают мне силу и энергию. Я суперджамп навсегда.